Уровень – это место на графике, где цена в прошлом изменила направление движения. И мы ожидаем, что с большей долей вероятности это произойдет и в будущем. Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембиту. Для чего нужно определять уровни? Здесь все просто. Если мы будем понимать, где цена изменит направление, то сможем в этом месте открыть или закрыть сделку с минимальным риском. Часто возникает ситуация, когда, отметив уровни, трейдеры видят, что их график превратился в мелкую сетку, на которой невозможно торговать. Что делать? Подписаться на канал. Ну, это, конечно, шутка, но мне было бы приятно, если вы это сделаете. Если серьезно, нужно убрать все слабые уровни и оставить только те, на которых цена будет реагировать. Как это сделать? Нет, ничего проще – используйте 5 критериев отбора сильных уровней. Об этих принципах расскажу прямо сейчас. Первый критерий. Уровень – это либо зона максимума ценовой волны, если уровень выше текущей цены, отмечаем его как сопротивление. Либо минимум ценовой волны ниже текущей цены – поддержка. Варианты формирования уровней можно свести к двум типам. Первый – точечный разворот. Изменение цены произошло импульсно в одном конкретном месте. Когда на графике видите резкие импульсы – это и есть точечный разворот. Обычно такие уровни хорошо видны. То, о чем мы сегодня говорим, вы не встретите в свободном доступе. Поэтому, если поделитесь этим видео со своими друзьями, они будут вам очень благодарны. Второй вариант – разворот от зоны. В случае, когда в узком диапазоне произошло несколько точечных разворотов, просто отметить максимум или минимум волны недостаточно, поэтому переходим к следующему. Второй критерий – один из важнейших. Чем очевиднее уровень, тем он сильнее. Чем лучше уровень виден, тем больше трейдеров его примут в расчет и поэтому реакция будет сильнее. Поэтому уровни, сформированные импульсом, хорошо видны на графике и цена на них чаще реагирует. Но далеко не все уровни формируются импульсно, поэтому для выбора самых сильных уровней нам понадобится третий критерий, который говорит «Подтверждение после пробоя – дополнительный фактор, усиливающий уровень». После пробоя поддержка часто становится сопротивлением, а пробой сопротивления делает уровень поддержкой. И для того, чтобы понять, какой уровень, скорее всего, удержит цену, нам понадобится четвертый критерий, который гласит «Уровень против тренда слабее, чем уровень по тренду». Другими словами, поддержка слабее сопротивления на тренде вниз. И наоборот, сопротивление слабее поддержки на тренде вверх. Это очень полезный принцип, потому что не только подсказывает, какой уровень, скорее всего, удержит цену, но и дает понимание, какой тренд начинает набирать силу. Самый мощный критерий, позволяющий отсеять второстепенные уровни от самых сильных, дает нам пятый принцип, который говорит, что уровень, сформированный на старшем таймфрейме, всегда сильнее уровня с младшего. Посмотрим пример. Этот уровень сформирован на часовом таймфрейме. Рассмотрим подробнее участок пробоя на младшем таймфрейме. Итак, пробой на пятиминутке показал, что уровень прекрасно работает на младшем таймфрейме. Почему так происходит? Дело в том, что не все трейдеры и инвесторы обращают внимание на младший таймфрейм, но практически все смотрят на старший. Поэтому эти уровни привлекают внимание практически все, кто торгует этот инструмент. Сейчас небольшое предупреждение о рисках, а потом на примере рассмотрим, как работают критерии. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Уровень, который отметили, это минимум движения ценовой волны. Даже при беглом взгляде уровень хорошо виден на всех внутридневных таймфреймах от пяти минут до часа. После пробоя поддержки уровень стал работать как сопротивление, не потеряв очевидности. После подтверждения снижения этот уровень с большей вероятностью сдержит рост лучше, чем локальный минимум. Зеленый уровень сдержит снижение. Последний критерий, которому этот уровень отвечает, он хорошо виден на старшем таймфрейме. Чтобы в этом убедиться, перейдем на час. Как видите, на часовом таймфрейме уровень очень хорошо виден. Поэтому входить на нем гораздо безопаснее, чем на слабом, не отвечающем пяти критериям уровнях. Если понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, используете ли вы горизонтальные уровни, подписывайтесь на YouTube канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!